За тысячу дней до Олимпиады 14 мая 2011 года был образован Центр развития волонтерства. Как за это время удалось подготовить добровольные кадры для работы на сочинских улицах, оценивают сами гости зимних игр. Ежедневно их помогали встречать 1250 городских волонтеров и 550 сейчас в период проведения Паралимпиады. Мы свою работу начинаем от транспортных хабов, то есть любой человек, который приехал в город Сочи, выйдя из аэропорта, выйдя из железнодорожного вокзала, в первую очередь встречается с нашим городским волонтером, который же и помогает им сориентироваться в городе, отвечает на вопросы, куда проехать, куда пройти, где расселиться, что лучше посмотреть, где что-то купить. Ну, в принципе, вот основные вопросы, которые и задавались на этот период. Было подготовлено 4000 волонтеров. Особой разницы в подготовке для Олимпиады или Паралимпиады не было, говорит Андрей Безроднов. Главное, чтобы волонтеры обладали информацией и смогли помочь гостям Сочи, будь то иностранцы или россияне. В принципе, как нам казалось, самое главное донести до наших волонтеров мысль о том, что город Сочи, наш край, наша страна – это страна равных возможностей для всех. Наш город готов к Паралимпиаде, да, у нас много очень сделано для создания безбарьерной среды, поэтому главное все это было собрать воедино. И мы готовили наших волонтеров к тому, что надо быть радушными ко всем. И сегодня же о деятельности волонтеров говорили в Олимпийском музее спортивной славы, где представители Министерства спорта и Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесговта передали редкие издания и подборку журналов «Адаптивная физическая культура», главным редактором которого является Сергей Евсеев, первый вице-президент Паралимпийского комитета России. Доступность возникает тогда, когда это понимают все, кто к этому имеет отношение, и волонтеры в том числе. Это хорошее равное отношение к этим. Это способность помочь без какого-то проявления чувства жалости. Это очень важный момент, и наши волонтеры проходили обучение специально по этим вопросам. Волонтеры, которые работали непосредственно на спортивных объектах, в основном приезжие. И в дальнейшем их опыт и опыт работы городских волонтеров будет использоваться дальше, ведь в Сочи пройдет еще много важных международных мероприятий. И без помощи Управления молодежной политики, которая занимается подготовкой волонтеров, не обойтись.